Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по сложным трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста из послания к римлянам, 4 глава, 25 стих, мы зададимся вопросом, как мы можем быть оправданы воскресением Христова. Давайте сначала прочитаем этот стих. «Который, то есть Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. Здесь действительно многое непонятно, но то, что Христос предан за грехи наши, это понятно. Даже в обычной жизни, например, во время войны, когда один человек изъявлял желание умереть за другого, например, в газовой печи концлагеря фашисты разрешали это сделать. Христос добровольно был предан за грехи наши, но как Он мог воскреснуть для оправдания нашего? Вот это непонятно. Как это может соотноситься с нашим спасением? Потому что оправдание – это юридический термин, а если Он воскрес для оправдания нашего, мы понимаем, как Его смерть искупила нас, это заместительная смерть, но как Его воскресение оправдывает нас. Теологи видят пять разных причин, почему Господу Иисусу Христу надлежало воскреснуть? Во-первых, для того, чтобы засвидетельствовать о божественной правосудности, что рано или поздно правда, высшая правда, она восторжествует. То есть последнее слово всегда сохраняется и остается за Богом. Многие люди смотрят на собственную смерть, если при жизни им не пришлось отвечать за свои грехи и беззакония, как на некую хитрую увертку. Всю жизнь они прожили в грехах, и никто их за это не наказывал, и теперь под могильной плитой они спрячутся от любой формы возможного наказания. Но это не так. Можно откупиться от человеческого суда, но невозможно откупиться от суда Божия. О правосудности Бога сказано, это Евангелие от Луки, 1 глава, 52 стих, что Господь низложил сильных с престолов и вознес смиренных. То есть Бог восстановит ту справедливость рано или поздно, которая должна существовать в этом мире. И действительно, если бы не было божественного воздаяния грешным и блага для страдальцев, смиренных людей, то мир был бы переполнен несправедливостью, когда целые народы уничтожались другими племенами и народами, и потом те, которые побеждали, они торжествовали на костях побежденных. И вся история рода человеческого – это история крови, унижения людьми, других людей. Но при этом мы знаем, коль скоро Христос из любви к Богу Отцу смирил себя, смирив себя даже до смерти и смерти крестной, ему, Христу, подобало быть вознесенным, Богом, воскресением в славе лица ипостаси. И Псалом 138, 2 стих «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю». И есть такое объяснение этим словам, они произносятся как бы от лица Христа. «По твоему предписанию я претерпел поношение и страсти и был прославлен в воскресенье». А путь Христа – это путь и всего человечества. Это значит, каждый, который претерпел, он поднимется во славе и узрит наказания нечестивых, которые измывались над ним в одни его жизни. Таким образом, справедливость есть, и она есть для каждого человеческого существа и для целых народов, которые подвергались преследованиям и геноциду. Вторая причина воскресения Христа – это наставление вере в нас, вере во Христа как в Бога. И вот Его воскресение, оно утверждает нас в вере во Христа не просто как в истинного человека, но в истинного человека и в истинного Бога одновременно. И во втором послании к Оринфянам, 13.4, сказано, «Хотя он и распит в немощи, то есть в человеческой немощи, но жив силой Божьей, то есть силой собственного ипостасного божества». И отцы говорили так, а если Христос умер, это не значит, что он перестал быть Богом. Он воскрес для того, чтобы оправдать твою веру в Него как в Бога в том числе. И апостол Павел, первое послание к Оринфянам, 15 глава, 14 стих, он пишет, «А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, то есть проповедь о нем как о Боге, она тогда тщетна, ибо смерть не может удержать Бога, но он воскрес». И в Псалтире, Псалом, 29-й, 10-й стих, говорится, «Что пользы в крови моей, то есть в пролитой моей крови, когда я сойду в могилу?» В русском народе есть такая пословица, что кровь – это не водится, она просто так не проливается. И каждая капля человеческой крови, которая когда-либо падала на землю, она станет предметом божественной правосудности в день суда. Поэтому воскресение Христово – это надежда для всех, которые ищут справедливости и правосудности, не могущие обрести такового на этой земле. И третья причина, почему Христос воскрес, и почему мы оправдываемся воскресением Христа – Христос своим воскресением усиливает нашу христианскую надежду. И эта надежда заключается в том, что если Он, как истинный человек, умер, но и воскрес, это значит, и мы, когда умрем, тоже переживем воскресение. И первое послание Коринфянам, 15 глава, 12 стих, мы находим слова. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Как же нет воскресения мертвых, если Христос воскрес? Он воскрес не как Бог. Бог не умирает. Он воскрес как человек, показав и нам, что и мы воскреснем. Ибо Его путь осуществлен за нас. Он умер, чтобы смертью смерть попрать, и Своим воскресением оправдал нас. И в книге Иова, 12 глава, мы находим такие слова. «Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит меня из праха, надежда сия пребывает в груди моей». Поэтому Христос воскрес, усилив нашу надежду на Него, вселив веру в бессмертие каждого из нас. А ведь страх смерти, он преследует человека на протяжении всей его жизни. Мы как бы живем на краю некой бездны. Христос заполнил эту бездну чудом своего воскресения и сообщил надежду всему роду человеческому. Четвертое объяснение, почему воскресение Христово – есть оправдание наше, оправдание самой нашей веры. Потому что чудо воскресения Христа меняет нашу жизнь самым кардинальным и самым радикальным образом. Стать христианином означает как минимум взорвать все прежние представления, которые существовали в жизни нашей. И мы читаем, это послание к римлянам, шестая глава, «Как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни», то есть совсем в другой жизни. «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». То есть чудо его воскресения оправдывает нас и тем, что наша жизнь через веру в его воскресение, она меняется самым кардинальным, я бы сказал, революционным образом. И пятая причина, почему воскресение Христово оправдывает нас, потому что чудом его воскресения как бы завершается домостроительство нашего спасения. нам является та будущность, которая ожидает каждого верующего в Иисуса Христа. Да, он претерпел зло, смерти, ради избавления нас от смерти и зла. Он же был прославлен через воскресение, чтобы побудить нас к добру, как мы и прочитали, предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Таким образом, мы начинаем с вами понимать, что не только смерть Христа, его заместительная жертва, когда вместо нас и нас ради человека, нашего ради спасения, он становится жертвой за грехи наши, но и само его воскресение является тем детонатором, иначе не скажешь, который меняет жизнь каждого из нас, сообщает ей новое, радикально новое, революционное направление – ходить в обновленной жизни. Итак, сегодня, друзья, мы рассмотрели еще один из сложных вопросов. Чтобы вам не пропустить наши следующие беседы, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет». чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем рассматривать вопрос, зачем надо хвалиться своими скорбями. Это интересная тема. И спрашиваем ваших молитв за то служение слова, которое мы совершаем здесь, на нашем библейском портале. Берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.